Встреча в Альфа-Арабийском районе Шенкента проходит в благожелательной атмосфере. Резкой критики в адрес руководства города нет. Горожане, прежде чем задать вопрос, начинают свою речь со слов благодарности. Как считает Аким район Рашид Менбаев, не в последнюю очередь благодаря тому, что проблемы жителей постепенно решаются. Так, в начале года в списке задач насчитывалось 199 пунктов. На сегодняшний день 122 вопроса удалось решить, остальные найдут решение до конца года. В том числе и проблемы инфраструктуры. В этом году мы планируем жителей нашего района на 100% обеспечить питьевой водой, электроэнергией и природным газом. Кроме того, в наших планах положить асфальт на 30 улицах, где его нет. В прошлом, в 2021 году, было заасфальтировано всего 5 улиц. Также 50 дворов многодажных домов Альфа-Арабийского района Шенкента будут благоустроены. Там оборудуют детские площадки и откроют 9 спортивных. На сегодня 28 детских площадок уже полностью сданы. Оставшиеся 22 игровые зоны будут закончены до конца сентября. В следующем году мы установим еще 32 детские площадки. Таким образом, у нас в 2023 году будут благоустроены дворы района на 100%. Впрочем, проблемы еще остаются, и о них сегодня говорят горожане. Так, жители старого города жалуются на отсутствие камер наблюдения, которые были демонтированы, но так и не установлены обратно. Поставили видеокамеры. Очень хорошо было, все жизнерадостно были. Там такой у нас участок, пороховая бочка. Шесть маленьких участков, там собираются и наркоманы, и алкаши. Короче, все. Люди боятся ходить. Три месяца тому назад сняли, мол, на ремонт. Уже все знают, участковый, замок, все знают. А где наши видеокамеры? На ремонт. А это взяли, по-моему, другое место поставили. Вместе с камерой все. Мы просим вас установить эти камеры назад. Еще один вопрос, касающийся благоустройства, вызвал неоднозначную реакцию. Горожане предложили сделать платным вход на территорию Качкар-Аты. Так, жители, проживающие рядом с любимым пока бесплатным местом отдыха, надеются установить тишину под своими окнами. Как утверждает домком многоэтажки по улице Кабанбай-Батыра, антисанитария в сквере порождение двух торговых ларьков, расположенных недалеко от пляжа. Что делать нам с Качкаратой? Два бутика надо убрать до сих пор, уже три месяца не убирает бутики. Вот это проблема у нас. Акимы работает, это, не, куратор работает, Рахмецисге. Мы должны сами следить за мусором, правильно вы говорите? Люди не шевелятся, миллион людей проходит через Качкар-Ату, круглыми сутками нам нету покоя. Что нам делать, вот это нам, что сделать с Качкаратой, предложение какое? Может платно нам сделать, а? Бутики, и ка бутик ты уже, еще и без сайта. Завтра, 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 завтра. Уже Алм-Жан ушел, вот сейчас вы с Максатом познакомились, начальник отдела. Обещает, не знаю, когда только уберут эти бутики. Вот это у меня проблема. Что за бутики? На Качкарате бутики стоят. Уже базар там устроили. Встреча руководителей города с жителями Альфарабийского района длилась больше часа. Как обещал Аким Шимкента, все прозвучавшие вопросы будут взяты на контроль и займутся их решением уже в ближайшие дни. Даня Архудайбергенов, Амантай Ульбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР.